Уважаемые любители героев, сегодня мы начнем с вами прохождение первой части Третьих Героев Возрождение Рафи. Для этого я установил версию полное собрание. Помимо этого у меня дополнительно установлен HD-MOD, который позволяет запускать игру с отличным от базового разрешением 800 на 600. На современных мониторах больших это актуально, поэтому у меня тут слегка увеличенное разрешение задано. Помимо разрешения HD-MOD включает ряд полезных функций, который в основном направлен на улучшение менеджмента игры, то есть ускоренная передача армии между героями и артефактов и подобные штуки. Компания. Возрождение Рафи. Первая компания. Здравствуйте, королева. Высадка на берег подтвердила смутные слухи и припила тревога. Осмелив после смерти отца соседи жадно арбуты Рафи. Задание первого сценария. Для победы необходимо найти и захватить город Тираниус. В этом сценарии ваши герои смогут подняться ли до шестого уровня. Четверо сильнейших из них перейдут на следующий сценарий. Есть смысл качать несколько героев, соответственно. Копейщики стартовые, ресурсы, палатка. Пойдем копейщики. Высадившись на берег, мы захватили разоренную сторожевую заставу. Сведения ненадежны. Деревни покинуты жителями. Рассказы вышивших противоречат друг другу. Все указывает на вторжение негонцев. Набери ополчение и обучи его в кратчайшие сроки, ломая любое сопротивление. Действуй, исходя из худших предположений. Действуй так, будто идет война. Послание от королевы Эмирота Катрин Железный Кулак. Генерал, наш первый десант обнаружил признаки вторжения негонских правителей подземелья. Весь последний месяц эти люди жили под оккупацией. Полагаем, соседние города также захвачены негоном или пиофолом. Другие генералы прочесывают местность, чтобы определить масштаб вторжения. Ваша задача на этом участке. Организуйте работу, создайте отряд народного ополчения, определите масштаб оккупации, выясните, по какому маршруту пошли их войска. Если можете, займитесь их командным центром. Тогда мы быстро уничтожим оставшиеся ласка. Удачи. Старство героя у нас Кристиан. База лидерства, база машин. Так, присоединяем. Зашли в город. Что у нас тут построено? Постройки первого, второго, третьего уровня. Много денег, много юнитов низкоуровневых. Мы начнем с улучшения лучников. Выкупим всю армию. И замка. Так, у нас получилось около 80 ручников и копейщиков еще около сотни. Так, что у нас тут есть? Сириус хороший. Боец. Йог. Так, нам нужно много разведчиков, чтобы территорию осветить. Тянем одного грифона и отправим его на лодке. Так, надо еще одного заслать на лодке. Так, а у нас этот, ну, в тепломатии. Йога тоже сюда посадим. Так, у нас рыцарь купим ему книжечку. Теперь надо, нам нужен засвет земли. Отправим разведчика. Так, видим вышку, видим лесопилку. Купейщика поставим, чтобы заградить. Грифона поставим, не одного. Будем издавать героям, чтобы они быстро перемещались. Болеско, хороший герой. Так, дипломатия. Так, вот видите, одна кнопочка, передаем всю армию. Думаю, что тут не возникнет проблем с триглотитами. Преследуем, да? Будем получать опыт. Так, крестьянами направим в эту сторону. На леску возьмем. Микромансия, хорошая штука. Так, у нас еще тут что есть? Просмотр воздуха. Интересненько. Давайте-ка мы его заюзаем. Посмотрим. Артефакты показывают нам, где лежат. Когда у нас, если будет прокачанный воздух, мы сможем смотреть героев противника и города. Конечно, интересно, можно оградить своих всадников. Так, ну давайте, микроманта возьмем себе в армию. Тазар, тоже хороший боец. Хижина ведьмы. Стена огня. Так, основных героями хочется собрать, чтобы не забивать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тазарчика мы тоже возьмем. Еще Тамика пришла. Хороший боец. Так, пока Тазара оставим. Замки. Так. В кариатиду вернулся лазутчик Мирхэма. Он сообщает. Мирхэм занят войсками. Один у нас пойдет вдоль берега. Будет засвечивать территорию. А второй отправится на сбор ресурсов, которые валяются в море. С aisleи. Построим. Сторожевую. Улучшим юнитов. Тазару купим книжку. Этих минидалей. Они нам особо не пригодятся. Камника. Убор ресурсов в море. Так. Валеска. Так, нам надо перекинуть армию. Кристиану. Так, интересно, как здесь работает быстрая битва. Дает ли она возможность переиграть в случае, если потери у нас. Быстрая битва. Потери. Переиграть возьмем с него вверх. Так. Это не очень хорошо. Надо его убрать. Отметку, иначе мы можем потерять. Ставим мальчик, так что тут у нас. Довышке дойдет, не дойдет. И граната сюда. Для компании важно посещение повышалок различных. А не будет накопительным бонусом получается у нас. Так, давайте здесь видим, что у нас хижине дается. Защита. Неплохо. Можно главным героем брать. Валеска у нас тут все берет. Что-то. Так, денег много или мало? Денег. Возьмем опыт. Так, возьмем здесь. Хватит на обратные. Возьмем. Так, возьмем. Так, собака пойдем в лечи. Так, зенечки выставим. заботимся даже грешен выставим хорошо троих потеряли выставим Продолжение следует... 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 так что тут у нас закрытая область золотой шахтой насколько нам это важно непонятно пока так дайте город бараки что он здесь там к 9 не так уж и много поэтому нужно пока не заморачиваться 1 он смерти мы подняли проплыть доль берега увидеть что там у нас есть что засветить это не очень нам везет вся захрана состоит из лучников куковская версия мне больше нравится перевод так закрытая территория получается ничем здесь полезного прохода каких-то не имеем так еще один проходит на снег так магическое оказывает нам часть карты засвечивать так плохо верху нас ничего не засвечено сайра мы отправляем сюда что мы можем построить улучшенных монастырь конечно мне конечно больше нравится кавалеристы кавалеристы так вот это героя бы не помешало одного отправить честно говоря честно говоря дополнительно дополнительно улучшенного улучшенных ничников тут нет пускай сидит здесь таннику отправим туда так там кому должна быть книжкой да танники все нормально с этим христиан так что то тут у нас у нас грифоны давайте разогнем приступаем приступаем на их подъем так мы их по-моему сигналы ударно снесем опять их нужно заблевать у нас уже алист прокачан видя боевого грифона подходит лазучик он израиль его тела торчат обломки стрел опускайся он докладывает генерал стрелия захвачена большой армии чудовищ не гонна так нам надо засвет территории так шахта шахта обычно возле шаговой доступности от замка значит она где-то замок так вот наш замок так надо переправить туда армия армия у нас есть в Олеске так а по берегу она не пройдет поэтому мы здесь сейчас высадимся к йогам и пересядем так у нас еще ход мы сейчас еще поплаваем уж артефакте какой-нибудь для Волески возьмем хороший шлем пауса плюс знания ну неплохо неплохо так а Волеску мы посадим на корабль и переправим на берег так тазар остался у нас без дела что тут нам на выпускного знания так золотую мы не пойдем брать будем здесь нам нужен засвет стая демонов это нам это нам это у нас доверен крестьянам так скорость 6 у нас на траве 6 они нас не достанут так это у нас сломанная стрела этот семь жизней тратить выстрелы не очень хочется так тут надо было наверное подождать чтобы демона снести ладно нормально артиллерия у нас работает так тамика у нас идет следом будет помогать засветом в городе так мы построили посадников мы можем бесплатно улучшить на конюшне будет 2 дня стоит ли она это выгодна или нет тяжело сказать так 6 7 и потом прирост будет у нас следующий ход наверно построим цитадель чтобы увеличить прирост конец хода с и на и на и и и и и и можно спокойно собрать ресурсы так валеска куда нам высадиться сюда здесь здесь мы даже не 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 высадится да так поправим сначала вперед за свет чтобы чтобы видеть портал замоглазы гарпи что что тут у нас охраняется щит страш и птица не особо конечно фронта но нужно пробить перепуганные ладно пусть нападают если мы отправим что-то там злобоглазов опасно конечно нападать потеря лучников наверняка будет пробьем давайте заводимся всеми прямой стреле так шесть раз два три четыре пять шесть это мы прикроем на всякий случай на случай морали там и там нет прямой стрелы wait удар тэф остальные ждем на прямую стрелу и уничтожаем подлучников так портальчик у нас третий уровень максимум до шестого можем раскачаться можно съесть чемоданчик сумочек на опыт земля это классно чтобы нам еще какое-то замедление найти так собираем ресурсы еще шахточка оказывается была у нас пойдет щит возьмет так тазаром мы выйдем встанем на конюшню построим цитадель поставим с разным длину там максимальный ход так здесь мы найдем так все стрелы плюс пять стрелы это у нас нет больше так сундучок несколько эти кристаллик возьмем так хорошо без цитадели по нам не буду стрелять сверху так что тут у нас стрелочку давайте пробьем чтобы было это чтобы это просто и просто это что мы все это тоже это как это все как это Продолжение следует... Так. Гогов обвиваем. Хотя, если ставить с лепарочками, у меня осталось один. Что у нас тут есть? А у нас тут ничего нету. Два туши, наверное. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, максимумное количество героев у нас. Так. Решать мы не будем. Хотя можно, чтобы не бегать до себя. Казарный монастырь. Как у нас есть юнита? Грифонов. Так, давайте. А у нас до четыре тысячи мы до себя не могу и купить и не сможем. Так, где бы нам деньги собрать? Так, где мы соберем? Ну, здесь вот. Так, кто у нас находил еще? Вот, находил. Так, деньги мы еще можем на базаре, на рынке. Интересный перевод в этой версии буковской. Название совсем по-другому у нас и будет. Так, давайте пойдем. Да, ну тут еще и вышечка у нас есть. Так, я хотел купить всех кавалеристов. Можно, в принципе, и улучшенько взять, что у нас. Улучшенные уже. Передадим их Тазару. Так, Тазару передадим их. Чтобы на конюшнюю он их улучшил. Так, шесть. Опять. Шесть. Скоростный будет больше. Включаем чемпионов. Так, и Тазар пошел на подмогу. Поднесет армию. Кристиан. Так, мы попали в пресловутую зону артефактов. Особо сильных нету, тут буду светить. Давайте перейдем в следующее окно. Как с водоворотом, можно понажимать провел, пару раз попрыгать, посмотрим, если несколько выходов. Мы увидим их. Деваконные. Так. Здесь у нас замкнутая моблазь, с артефактами и сундуками. Здесь непонятно что. Тут еще какая-то зона, как непонятно. Давайте засветим. Хорошая штучка. Плюс один скорость. Так, построим здесь. караулку. Так, воду мы все засветили. Давайте соберем сундуки. Так, еще один портал. Так, тут непонятно, есть какая-то зона, нет какой-то зоны. Так, зато мы открыли подземный выход. Так. Конечно, вышку засветить. Как нам пройти в эту территорию? Так, похоже, здесь можно пройти. Рыскать не хочется христиану в пустоте. Ну, сюда героя. Чтобы он засветил нам. Если смысл туда идти. Продолжаем подбирать ресурсы и артефакты. То есть, вымогать им герое. Так, тоже мы поправим туда. Так, Тазар. Похоже, придется возвращаться и идти сюда. Поэтому финально предпочту посетить им повышалки. Тут у нас будет сбор ресурсов. Так, Ют. Сегодня здесь нечего делать с ними. Надо помогать в Аляске засвечивать территорию. Так, где наш кораблик? Корабликов у нас нету. Идем, сядем. Пять тысяч не так много. Магистрат, рынок. Машний Стрелков. Сто дерева у нас можно на рынке в принципе продать, получить много денег. Так, вот, наконец, у нас контакт. Вещаем игроком. О, артефакте. Кристиан у меня пойдет назад. Помощники у нас соберут деньги и обладут артефакты соберем ранее. Так, проход в эту территорию. стая, стая мало. Ну, не очень мало. Так, мы зайдем сейчас. А, у нас таверны нет, мы силы героя особо не знаем противника. Количество героев у коричневого больше. Количество героев у меня больше, силы мы не знаем. Так, давайте мы сейчас построим таверну. Тогда у нас будет во втором городе таверна. У нас будет больше информации. Количество золота больше у них. А, параметры главные. Самый сильный герой у них все с новыми параметрами. Знание 4, это получается у него третий уровень, плюс 2. Вот, изначально вам. Так, ну, эти три гладидаха уничтожим. Так, Валеска мы достаем с шестого уровня. Максимальный уровень. Так, здесь мне нужен срочный помощник. Так, Валеска не достает. Заняты все слоты не можем нанять. Так, лодка, потом водоворот и выйдем там к тому замку. Да, сядем сидеть, что тут мы можем построить. Ну, быстро отдавайтесь середины недели до конца мы еще успеем юнитов поставить. Так, там еще за свет пошел одного. Грифоны, гентавры, тут еще ставим на артефакт магический. Так, собиральщики. Не помешал бы гремлин какой-нибудь, чтобы не получать штрафы по перемещению. Так, давайте сюда будем. у нас много золота. Так, посещены. Мы идем вот сюда. тазар тазар у нас пойдет отсюда. Креку. Ёб у нас плывет к Валеске. Валеска у нас пойдет под землю. Нагоняем. Так, слабый герой, слабая армия. Скорость 4, скорость 5, скорость 7, скорость 7. В принципе, если мы ближе подоставили, мы могли бы, наверное, не дать им убежать. а что у нас в заглянании есть? 30, 4, 5, 5. Повторить. Так, эти не достают, ладно. Теперь достают. Что-то что-то построим. Лучники, лучники, бараки. Бараки, кузницы. Капитуля, замок, надо. так, надо идти на рынок, чтобы встретиться, потребиться. Так, у нас рынок здесь, рынок здесь, рынок здесь. давайте сюда пойдем. конечно, опасно, тереватом, героям бежать в неизвестность. здесь, здесь, не очень сложная компания, миссия, с базовой сложности, должно быть все просто. так. Интересно, кто за навык, где-то я подцепил, даже не заметен. сейчас мы значительно не усилились. Так, тайм-ка он еще соберет у нас инку-ка. Казар у нас повезет. сзади будет помогать. Так, Мирхен на западе. Крян-ка, иди через горы на восток за темноюг. Так, шахта, значит, замок где-то здесь есть, рядом. Давайте трейдиться. Плавину дерева смело нужно продать. Так, бараки поставим. Здесь можно Капитолий, у нас какой день? Пятый. Это значит, мы пятый, шестой монастырь успеем построить, даже бастион можем взять. Теперь у нас с деньгами проблем не будет совсем. И вещества здесь было. Так. Собираем артефакты, которые валяются. Так, Кристиан, четвертый уровень, но все. Так, 7 скорость, 6, в принципе, можно было идти. так, чемпионы, 25 урона на 5, это у нас получается. Очень толстые они. Чемпионы, он вряд ли убьет. Так и есть, 44 урона. Так, улучшим бутерство наше. И вышечка у нас. Интересно, в черте присоединяется. Скоро 7. Так. Давайте засветик делать. Вот замок, который мы идентифицировали. Так, мы с вами соединены здесь. Здесь проход есть. Так, а вот сюда мы... А, вот и территория. Ну, это уже большая у него армия. Так. Посадим его здесь в замок. так. Конечно, раз, два, три, не успеваем построить. Давайте тогда количество урона так увеличим. Хотя нет, не успевали. Конечно, и это не успеваем. золота не хватает. понятно так коричневый похода собрался пройти на нашу территорию поздно мерился так здесь есть сейчас она начну стрелять со стен очень хорошо конечно надо максимально уничтожить с собой снизить урон так у них стрелков вот и они себя веду сейчас за стены только плохо что он стал загородить проход так, это не поможет если мы его бьем здесь ворота будут открыты это будет интересный вариант так ускорение давайте так эти не ходили еще конечно подставляться нужно было ударить копейщика чтобы они ударили кавалериста пока варести с ответки и кубили за винфорс не допустить выстрелы ручника со стеной так что у нас тут есть фритротели все давайте ручников поставим напишем артефакты так второй артефакт на жизнь так давайте построим монастырь с перифончиком поставим неделя этими героями продолжаем идти по туннелю налезка в надежде на не сильного противника так это у нас пошла на выход она все собрала пошла на выход так давайте мы сейчас вылучшим ручников выкупим всех и отойдем крестьяну так что тут у нас за волшебство не особо круто конечно не особо нужна штучка для нас так все не походили продолжаем строить так пока на армию провести не можем можем принципе заняться экономикой так денег у нас не хватает что у нас тут отлично так здесь мы что можем построить здесь мы можем гильзию начинать строить так нам до одного героя с образование перетащить следующее место чтобы он заклинания передавал тазара я испортил волшебство взял которое не совершенно не нужно то и образование да и в чем мы тоже ни к чему так так длинный лабиринтик у нас что-то у нас за артефакты щит меч и жизнь штучки интересно так так я так понимаю что это у нас главный герой противник так если мы купим тут не можем ага лишний герой купить не можем так этого мы берем внутрь здесь мы купим здесь мы купим там замки купил хотел армию передать крестьяну так давайте улучшим так все равно может быть в лески отправим хотя наверное сначала надо разобраться здесь с нашей опасностью так много только три гладитов много а так знание 4 честь манная страчена ну срама похоже стрелку мы получим в этом бою так сразу стрелять или нанести больше урон по пешеходу лучше подожди тут у них еще и яркий нормально так у них скелеты они упущают боевых двух хотя мы тоже черти у него лидерство есть на убивать замедлял а что что какие Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Главный герой уничтожен... Так... Мудрость... Лучше нам его взять... Сможем заклинать... Получить... Давайте еще что не продадим... Что нам надо построить... В принципе не хватает... Можно улучшать... Выметы... Давайте герцю поставим... Посмотрим... Что тут у нас есть... Интимаги... Уничтожение мышц... Телепортация... Значит... Самое интересное... Это четвертый уровень нам будет... Так... Так... Сделаем так... Выводим поле... А потом... В следующем поле... Так... Самый уверенный... Выбежал на мою территорию... Так... Тут у нас раздвоение идет... Разветвление... Танк у нас был как бы... Первый уровень... У нас первый уровень... А это мышцы... Параметры большие... С артефактами обвешены... Он плохо будет покачать... Может быть у нас был бы... Кто-нибудь с грамотностью... Который мог бы заклинание мучить... Так... 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 А вот это мы можем сейчас... Набрести... Резурекция у нас есть... Правильно... Спец на резуректе... Но он должен быть... Ну... Тоже одна с ними уйдет... Так... Три замка... Посмотрим сколько у противника... У противника... Теперь оно меньше... Значит ему осталось два... Так... Вот... С книжкой... Герой с книжкой... Который... Не нужен был... Герой с книжкой... Которую можно прокачать... И следую миссию... Следующую миссию... А у него... Помимо того, что книжка есть... У него... По-моему еще и... А нет... Образования не у меня... Чтобы его заклинание могла запомнить... Так... Значит у него другой герой с заклинанием... Который может запоминать... Который можно прокачать... И потом... Передавать... Так... Будем прокачивать... Наверное... Сайру... 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 Так... Что-то я побежал... Хотел передать... Обычников... Ну... Что-то... Я забыл... Это... В общем... Канал это построил... Так... Это все... Машины построил... Особенно... Можно... Второй уровень... Так... Отвижение пошло... Очевидно... Там... Замок... Так... Тут еще какая-то территория... Так... Наверное... Перекинем пока... Артефакты... Афтазаром... Пробьем... Так... Еще... Коммунист Arya... Афтазар... Небенно... Дать армию... Взять... Крестианам... Если... Мудрость Это... Мудрость... 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 здесь вот вот у нас пойдет закачивать на старте акции как то есть помогает на засветке мальчика в темноте шахта так что-то армию так мы начнем с вами потому что идет стройка нескольких замков так что тут есть вот эта земля христиан в будущем следующий раз. Так, с нами было попова посетить нам. Здесь рейтсеров у нас продавец. Передача на другую сторону. Артефакты. Это рейтсерсер. Так, это будет за армию. Так, будет печок. Шахта. Дерево, значит, замок рядом. Так, вот нам надо этот замок по квесту взять. Что-то не особо сложно похоже. Повышалка. Подземный проход. Наполнительный. Так, что у нас сказано в сценарии? Необходимо захватить город. Еще мы все зачистили, а уже нашли город. Крестьяна на шестом уровне. Валерска шестого уровня. Остальные по мелочи. Напасть, чтобы поднять уровень, чтобы его взяли на следующий. Так, здесь на самом деле копик. Так, мы здесь бежим на повышалку. Пойдем. Пойдем. Принять. Хотят. Хотели присоединиться. Нам нужен опыт, чтобы он стал герой высшего уровня. И вот рыли в следующую миссию. Не дипломатия. Это мне будет интересно. Так, wait. Снимем на дверь, ударим грифоном им. Так, теперь... 30. Так, ну что, давайте его леской добьем. Так, должны справиться. Да. У меня дополнительный штраф на стрельбу за воротом. Поэтому наши выстрелы крайне неэффективны. Так, у этой быстро кончится патрон, и она выйдет. Так, надо сейчас нам прикрыть лучников. Наверное, стоит разбить рукопашников. Так, триглодит четыре не дойдет. Так, заводим все ударим триглодитов. Блин, снять ответку не получается. Ладно. 20 лучников осталось уже. Маловато. Так, вот это еще ров. Через него лезть, он совсем не с руки. Так, у этого закончились патроны. Сейчас он полезет к нам в рукопашку. Так, у этого закончились патроны, сейчас он полезет к нам в рукопашку. Так, нам осталось что? Нам осталось добить плазик. Скорость пять. Раз, два, три, четыре, пять. Можно оставить, чтобы он вылез, а можно... Так, мы наше глебарчики сейчас закончить сделаем. Так, мы наше глебарчики победили. Все. Сохранено. Первая миссия. Все. Так, спасибо земному. Будем проходить дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!